Как реально убрать жир с живота? Образ жизни современного человека вынуждает употреблять быстро усвояемую, сытную еду, приготовление которой не занимает много времени. Распространенные причины висящего живота, абдоминального ожирения, излишнего подкожного жира и избытка висцерального жира, расположенного вокруг внутренних органов. Кстати, алкоголь, так же как и богатая жирами еда, влияет на размеры живота. Помимо этого, причиной возникновения живота может быть ослабление или даже растяжение мышц брюшного пресса, увеличение органов брюшной полости и такие заболевания, как рахит, повышение уровня кортизола, сахарный диабет второго типа и инсулиновая резистентность. Почему нельзя убрать жир с живота локально? Хотя бы раз в жизни мы сталкивались с препаратами, создатели которых обещают в один миг избавить от жира на животе или талии. Жиросжигатели. Правда, они не работают. Это чистой воды ложь, ибо локальное избавление от жира, то есть уничтожение жировых отложений в одном конкретном месте, всего лишь выдумка, не имеющая никакого отношения к реальности. Окисление жировой ткани регулируется стрессовыми гормонами, путешествующими по всей нашей кровеносной системе. Никакое количество повторов скручиваний на пресс, никакая диета не в силах избавить от жировых отложений в определенной локальной точке. Процессы похудения запускаются одновременно и равномерно по всему телу. Просто в разных местах жир сгорает с разной скоростью. Как же тогда убрать живот и бока, спросите вы? Рассказываю. Шаг номер один. Меняем питание. Первым делом обращаем внимание на свой ежедневный рацион. Ни в коем случае не начинаем борьбу с лишним весом посредством жестких диет. Ведь в таком случае, несмотря на все мучения, риск сорваться и наесться от пуза крайне велик. Плавное изменение вашего меню в пользу увеличения в нем количества свежих зеленых овощей, особенно семейства крестоцветных, богатых клетчаткой и уменьшение в рационе доли продуктов с высоким содержанием вредных жиров и углеводов, позволит безболезненно и даже с удовольствием распрощаться с излишками жира на боках и животе. Прелесть первого шага в том, что начать худеть можно лишь заменив продукты с высоким гликемическим индексом на более низкий. Шаг номер два. Высчитываем дефицит калорий. Существует формула, согласно которой 1 кг жира равен 9000 калорий. Исходя из желания похудеть за неделю на 1 кг и имеющихся расчетов, необходимо создать дефицит калорий в размере 9000 на предстоящую неделю. А это значит, что потребуется ежедневно производить учет потребляемых или планируемых к употреблению калорий. Крайне важно рассчитывать, какие именно продукты будут присутствовать в рационе сегодня, завтра и даже послезавтра. Только так вы сможете держать потерю веса под личным контролем и четко понимать, соблюден необходимый дефицит калорий или нет. Шаг номер три. Добавляем физические упражнения. Скажу лишь, что для повышения плотности абдоминальной области живота физические упражнения должны стать обязательными ингредиентами. Выполняя подходящую конкретно вам программу тренировок, можно не только улучшить кровообращение, повысить силовые показатели и выносливость, но и благодаря высокому расходу энергии ускорить метаболизм, что в свою очередь приводит к такому желанному сжиганию ненужных нам жиров. Следуя этому плану, вполне реально сжечь этот устойчивый жир в боках и победить висячий живот. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok